Установка на сапогах противоскользящих накладок – одна из популярных услуг зимой, отмечает Руслан Султанов. Мужчина открыл свою мастерскую по ремонту обуви в селе Николоберезовка в ноябре 2021-го. О ремесле знает много, ведь занимается делом уже более 10 лет. До этого 5 лет проработал техником-протезистом. Кроме того, краснокамец изготавливает ключи и затачивает цепи для бензопил. Все станки для своей мастерской он приобрел за счет средств, предоставленных центром занятости населения. 145 тысяч рублей Руслан получил в рамках программы «Организация предпринимательской деятельности». Искал работу. Потом подумал, почему бы не открыть себе ремонт обуви. Увидел то, что у Янова женщина получила финансирование с бюджета на изготовление ключей. Я думаю, почему бы не получить. Центр занятости мне оказал финансовую помощь. С помощью этого я купил станки, облегчил людям жизнь. Они теперь не ездят в города, а здесь только затачивают. Изготовление ключей, оказываю услуги изготовления ключей и заточку пил на бензопилы. И ремонт обуви. Но прежде чем получить финансовую помощь, краснокамцам необходимо разработать бизнес-план и защитить его перед комиссией. К примеру, Артур Латыпов из села Николоберезовка хочет открыть дотейлинг самообслуживания. Это место, где клиент своими руками может сделать химчистку, полировку и нанести керамику, причем в два раза выгоднее. Обычная полировка в таких дотейлинг-центрах начинается даже от частных мастеров от 5000 рублей за автомобиль. Это получается полировка автомобиля и нанесение воска. Это самый дешевый ценник, начало ценника 5000 рублей. У нас же сможет человек, допустим, за полторы-две тысячи полностью сделать ту же услугу, но самостоятельно. У Артура есть свои сбережения, но ему необходимо еще 250 тысяч, которые он планирует получить в рамках программы «Адресная социальная помощь на основании социального контракта». Это совместный проект соцзащиты из Центра занятости населения, ведь их главная цель – трудоустройство граждан. У нас есть другие программы по активной политике. Это организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности поиски работы. Есть программа трудоустройства инвалидов с оснащением рабочего места. Адресная социальная помощь на основании социального контракта по поиску работы. Программа профессионального обучения безработных граждан. С 2021 года у нас реализуется обучение по компетенциям WorldSkills RANHIS. В целом ситуация по безработице в Краснокамском районе постепенно улучшается. Если на начало 2021 года численность незанятых граждан составляла 740 человек, то в этом 240. А это значит, люди стремятся найти работу и службы помогают им в этом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова